Что происходит там? Давайте говорить об этом с нашим гостем. К нашему эфиру подсоединяется военный обозреватель Денис Попович. Здравствуйте. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Рады вас видеть. Ну, собственно, вас поздравляем тоже с праздником. Напомню нашей аудитории, кто, возможно, только что подключился к нашему эфиру, что отмечается День Соборности с 1919 года. Если быть конкретным, то как раз был в этот день подписан акт воссоединения Украинской Народной Республики, ОНР, и Западноукраинской Народной Республики. То есть мы объединились в единое государство. Для тех, кто, возможно, не совсем понимает предысторию сегодняшнего дня. Но к вам вопрос следующий. Есть информация от Financial Times о том, что Северная Корея является самым большим поставщиком оружия сейчас для Российской Федерации. Если бы КНДР не предоставляло такое количество боеприпасов, то ситуация была бы совсем другой. Ссылается здесь Financial Times на Кирилла Буданова. Также Кирилл Буданов, это глава украинской разведки, сообщил, что Китай в этом, точнее, кроме КНДР, еще и Китай является одним из серьезных поставщиков России оружия. Можете рассказать, все-таки, какие запасы сейчас получает Россия из этих своих стран-партнеров, оси зла, и насколько ее ресурсы позволили бы самим воевать, например, против Украины? Вообще реально ли это было бы на данный момент? Во-первых, взаимно тоже всех с праздником, и вас, и зрителей, с Днем Соборности. И переходя к ответу на ваш вопрос, давайте будем считать. Значит, по открытым источникам Северная Корея передала до миллиона единиц боеприпасов. Ну, каких-то боеприпасов. Преимущество это были снаряды 122, 152, возможно, реактивные боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Если это пересчитать в суночное потребление, скажем так, то сколько это получается? То есть, если 300 тысяч, ну, давайте пересчитаем, если есть возможность, да, то есть, и плюс 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона боеприпасов Российской Федерации, способных по подсчетам двур ежегодно вырабатывать самостоятельно. Но здесь, как бы, на самом деле есть варианты, связанные с тем, что это такое. То есть, либо это производство с нуля, либо же установление боеприпасов, ремонт. То есть, это достаточно серьезное подспорье. И я изначально всегда говорил, когда речь шла о том, что Северная Корея будет поставлять боеприпасы, то это серьезная проблема. Почему? Потому что это так или иначе будет лететь на наши головы. Да, безусловно, была информация о том, что эти боеприпасы некачественные из Северной Кореи. Да, безусловно, была информация о том, что они летят не точно. Если летят не точно, то тогда необходимо брать будет количество. Если брать количество, то это идет износ стволов. Если износ стволов, то это возникает следующая проблема, эти стволы нужно будет менять. Но так или иначе, все равно, если из сотни предпасов попадает один в цель, то вот этого никому не лезет. Да, Денис, ситуация с этим понятна. А вот все-таки, каким образом мы можем помешать, наши западные партнеры могут помешать поставке вооружений из этих двух государств? Мы помним вот эту прекрасную диверсию, которая произошла на как раз пути соединения двух границ железнодорожных российского государства и Китайской Народной Республики. Но как-то больше пока не ясно, что может еще повлиять. Это экономика или военным путем? То есть можно ли как-то остановить поставку вооружений? Ведь мы понимаем, если Китай всерьез возьмется за производство для России, ну, это очень будет тяжелая история. Ну, по поводу Китая я хотел бы дополнить. Скорее всего, это не прямые поставки из Китая в Российскую Федерацию. Скорее всего, это опять-таки через Северную Корею. То есть Китай там поставляет через Северную Корею боеприпасы, Китайские боеприпасы попадают в Северную Корею, и в Северной Корее уже они попадают непосредственно в Россию. То есть вот такое через третий путь. Я только что пересчитал, это приблизительно 1 миллион, это приблизительно 3 тысячи снарядов в сутки будет идти в среднесуточном расходе. То есть это где-то 3 тысячи снарядов в сутки северокорейские боеприпасы, это вот такая вот доля будет расхода при террористской борьбе. Ну и плюс 2 миллиона единиц боеприпасов от Российской Федерации, еще раз умножаем, это вдвое. То есть это получается северокорейские и российские боеприпасы, это порядка 9-10 тысяч снарядов в сутки. Вот это вот получается, вот такой вот расход, это существенный расход, но он уступает тому, что было на первых этапах войны. В частности, мы помним, что когда была битва с Северодонецкой и Висичанском, в мае, в июне 1922 года, тогда расход боеприпасов российской армии оценивался как порядка 40-50 тысяч единиц в сутки. Такой вот огневой вал высыпался на голову вооруженных сил Украины. Ну это, конечно, существенно больше, чем можем потратить мы, в особенности, когда сейчас замедлилось и стоит вопросом помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Как мы можем этому помешать? По большому счету, очень мало инструментов, и здесь нужно рассчитывать наших западных партнеров, которые будут каким-то образом этот вопрос решать. Возможно, через Китай, поскольку там Северная Корея так или иначе является задним двором, черным ходом со стороны Китая, и через Китай там можно таким образом повлиять и остановить этот поток боеприпасов. Ну и плюс вот эти вот логистические вопросы, как вы правильно подметили, нарушение путей снабжения, но уже на территории Российской Федерации. Однако эти операции достаточно сложные, они сопряжены с большими трудностями, и мы помним вот эту вот диверсию в Северномуйском туннеле, в котором вы упомянули, достаточно быстро, к сожалению, логистика там была восстановлена. Денис пишет Бломберг в своем расследовании, точнее даже в публикации, что вот эта дружба между Путиным и севернокорейским диктатором, она дает Северной Корее новое знание и техническое понимание, что не так с теми ракетами, которые они производят. То есть Украина стала, скажем так, полигоном для испытания, к сожалению, этого смертоносного оружия. Как вы считаете, что мы должны получить еще на вооружение, в нашу защиту, для того, чтобы наше небо стало более безопасным, и какие мы уже можем сделать выводы из тех поставок севернокорейских, которые приходят, что не так с ними. То есть чем мы себя можем еще защитить, и насколько эти севернокорейские ракеты действительно несут большую опасность. Ну это политические ракеты, которые сами по себе несут большую опасность. Во-первых, они все имеют советские корни, а учитывая тот, скажем так, скачок технологический, который Северная Корея имела начиная с 2014 года, можно предположить, что скачок был совершен не без помощи соответствующих структур нашего северного соседа. Поэтому там, видимо, товарищи юну помогли расширить свои возможности в плане ракетной технологии. И тут не стоит недооценивать эти технологии. Почему? Потому что, судя по всему, это калька Соскандера, которую сейчас Российская Федерация пытается использовать. И она использует севернокорейские ракеты баллистические по тем территориям, которые не прикрыты соответствующими зенитно-ракетными комплексами, которые способны сбивать баллистические воздушные цели. До сих пор, в принципе, такая практика была видна. Крайние обстрелы территории Украины, они, в общем-то, показывали, что баллистические и аэробаллистические воздушные цели летели именно по тем территориям Украины, где их не сбивали, поскольку там не было соответствующей защиты. И в этом заключается опасность. То есть вот они бьют по нашим слабым местам, делая ставку на баллистику. И здесь уже совершенно нет никакой разницы, к сожалению, насколько эта баллистика точная, насколько эта баллистика продвинутая и насколько эта баллистика отвечает современным требованиям. Это баллистика, которая представляет собой опасность. И главный вывод, который нужно сделать, это, к сожалению, не к сожалению, а упорно и неустанно увеличивать и усиливать противовозможность защиты нашей страны. Да, и мы видели, конечно, всей страной, как остатки этих ракет лежат в центре Харькова после взрыва и детонации. И, соответственно, это может свидетельствовать на двух вещах. В первую очередь о планомерном обстреле центра, либо второй, как будто не менее ужасный, то, что россияне не могут контролировать на 100% попадание этих ракет. Соответственно, они хаотично могут падать на украинские жилые кварталы. Спасибо вам за участие в эфире. Денис Попович, военный обозреватель, был в эфире телеканала Freedom. Благодарим вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова